Почти каждая маленькая девочка ассоциирует себя с ролью принцессы, представляя себя в окружении слуг, в красивом платье на балу. Она даже не подозревает, что у монарших особ, помимо развлечений, есть много правил, за пределы которых выходить категорически запрещается, какими бы нелепыми они не выглядели со стороны. В королевской семье мальчикам до достижения 8-летнего возраста запрещено облачаться в брюки. Независимо от погодных условий они носят шорты. Это связано с тем, что с давних времен ношение брюк указывало на низкий класс происхождения их надевших, привилегии аристократического класса считались шорты. Узбекские блюда, которые могут вызвать неаппетит, а отвращение можно потешаться над нелепостью, фасоном шляпок, которые уже давно вышли из моды повседневного ношения, но это не относится к дамам королевской семьи. Женщины, в чьих жилах течет голубая кровь, не вправе выбирать, что им нравится, а что нет. Существует этикет, которым они не имеют права пренебрегать. На официальных приемах любого класса на голове королевской особы должна быть одета шляпка. Для замужних дам после 6 часов вечера вместо шляпки разрешено на голове носить тиару. 20 нескучных правил этикета, которые пригодятся даже тем, кто не любит пафосные рестораны женщинами королевской семьи и не принято облачаться в наряды черного цвета. Исключения могут составлять только участие в траурных церемониях. На этот случай у монаршей особы, куда бы она ни направлялась, в саквояже припасен полный комплект одежды черного цвета, начиная от платья, обуви и заканчивая аксессуарами, дополняющими траурный образ. Покажи язык и назови любимого, гусем. 14 необычных правил этикета со всего мира наследником престола по достижению 12-летнего возраста запрещен общий полет на одном самолете. Если королевская семья отправляется в путешествие воздушным видом транспорта, каждой особе должен быть предоставлен свой личный самолет. Такие меры предусмотрены на случай крушения авиалайнера, когда может погибнуть вся семья, находясь она в одном транспорте. Званые застолья подчинены своему этикету общения королевы с присутствующими гостями. Первоочередностью общения с монаршей особой наделен гость, сидящий по правую руку ее величества. После смены первого блюда на второе, такое право заслуживает приглашенный человек, находящийся с левой стороны от королевы. Все члены семьи и гости должны закончить трапезу до того, как окончит ее королева. Дети королевской семьи, как любая детвора, любят бегать, играть, смотреть мультики. Детям разрешен просмотр телевизора, но в строго определенные часы, под запретом игра в монополию. Причина такого отношения к настольной игре неизвестна. Просто об этом как-то обмолвился герцог Йоркский, сын королевы Елизаветы. Семья герцогов предпочитает прививать детям любовь к чтению книг. Под строгим запретом у детей монархов находятся электронные гаджеты. Родители считают, что эти устройства для взрослого поколения, а дети должны кататься на велосипеде, играть в мяч, бегать по лужам. Женщинам королевской семьи не подобает носить обувь на каблуках в виде шпилек. Королева всегда являла собой стабильную уверенность, несокрушимость монархии, могущество страны, что никак не вяжется с неустойчивыми шпильками. Протокол королевской семьи предусматривает классическую, устойчивую с закрытым верхом обувь. Выбирая аксессуары, члены королевской семьи не должны забывать о том, что одна рука должна быть свободной для приветствия. Быть представителем королевской семьи не такая простая задача, как это кажется на первый взгляд. Любое несоблюдение этикета может оказаться неприятным конфузом в глазах поданных.